Движение на федеральных дорогах в Сочи с утра идет в штатном режиме. Накануне причиной сбоев стал ливень. Пропавший в горах под Сочи мальчик найден мертвым. Одна из причин – падение с высоты. 78-летняя болельщица Миропья Воробьева вернулась в Сочи. Пенсионерка, оставшаяся без билета на футбол, все-таки попала на матч в Санкт-Петербург. Вторую детскую школу искусств в Дагомысе ждет вторая жизнь. Провести ремонт поручил мэр Сочи в ответ на просьбы жителей поселка. На Кубани с сегодняшнего дня начали взимать курортный сбор. Об этом журналистам сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Гости Анапы, горячего ключа Сочи, Новомихайловки, Джубги, Шепсинского и Небукского сельских поселений Туапсе заплатят по 10 рублей с человека. Это минимальная сумма по сравнению с другими регионами, где уже взимают плату за отдых. Власти региона планируют собрать в этом году не меньше 70 миллионов рублей. Благодаря этому будут открывать новые парки, скверы и пляжи. Деньги будут в полном объеме переданы в те муниципалитеты, где они были собраны. Подчеркну, курортный сбор будет решать проблемы курортной отрасли. За этим будет следить созданный в крае фонд развития курортной инфраструктуры, а также общественный совет при этом фонде. Отдыхающие должны увидеть улучшения, приехав уже в следующем году на наше побережье. Благоустройство курортной инфраструктуры на собранные средства должно стать для людей видимым. От курортного сбора освобождены жители Кубани и 19 люготных категорий граждан. Среди них малоимущие семьи, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. Движение на федеральных автодорогах в Сочи, которое было затруднено из-за сильного ливня, с утра уже осуществляется в штатном режиме, сообщили в Управлении федеральных дорог Черноморье. Ранее сообщалось, что сильный ливень, обрушившийся на Сочи в воскресенье днем, стал причиной подтопления нескольких частных домов, пробок в городе и закрытия фан-зоны. Как отмечают федеральные дорожники, были некоторые локальные затруднения на двух участках. Перерыва в движении не было. С утра, по данным эксплуатирующих организаций, движение на федеральных дорогах в Сочи осуществляется в штатном режиме. Однако ночью в Сочи снова может вернуться дождь. Синоптики предупреждают, ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, а также местами дождь с грозой. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Продолжаем. Специалисты судебно-медицинской экспертизы разбираются в причинах смерти 13-летнего подростка, который пропал в Сочи и был найден мертвым. Предположительно, причиной его гибели могло быть падение с высоты. Сейчас по поводу происшествия в Бабу-Кауле возбуждено уголовное дело по статье убийства. Подросток приехал из Новосибирска, чтобы провести каникулы у тети в Гулькевичи. Тургруппа в составе детей и взрослых отправилась на гору Фишт. Пропавшего мальчика искали 10 дней, пока не нашли его тело в труднодоступном месте в горах Сочи. Подросток потерялся 3 июля, и точная причина, и дата его смерти еще выясняется. Напомню, в поисках было задействовано более сотни спасателей, волонтеров, следователей и полицейских. Использовали и специальную технику, беспилотники и вертолет. Незаконный поселок снесут в горах Сочи. 140 самовольных строений расположены в Красной Поляне на хребте Аишха. Сообщение о работах по демонтажу построек появилось на официальном сайте нацпарка. Ранее на месте этого поселка находились временные шалаши пастухов. Они были сооружены в 60-х годах, однако позже их переоборудовали в даче. В 2013 году 140 домиков должны были стать временным приютом для туристов, однако этого не произошло. В ходе выездной проверки, которую провели представители Роспотребнадзора, были выявлены многочисленные нарушения. Туристический маршрут Аишха проложен через уникальный уголок экосистемы Западного Кавказа. Кроме того, в этих местах есть запасы питьевой воды, которая идет в сочинские водозаборы. Поэтому здесь подобная антропогенная нагрузка запрещена законодательством, ведь это может губительно сказаться на окружающей среде, говорится в сообщении Пресс-службы администрации Сочи. По этой причине Роспотребнадзором было вынесено решение о сносе незаконного поселка. Без малого 6 тысяч кубанских призывников отправились в армию. Об итогах весеннего набора доложил главный военком Краснодарского края. По словам Сергея Пуляковского, 80% молодых людей пройдут службу на территории Южного военного округа. Кроме этого, Вениамин Кондратьев обсудил допризывную подготовку. Кубанские парни считаются одними из самых лучших среди новобранцев. Работать нужно не только в момент призыва, а до того. Потому что нам сегодня важно понимать, чтобы молодежь была готова к службе вооруженных сил. Чтобы нас на самом деле было подготовлено, для этого мы делаем все возможное. То есть спортивные секции, военно-патриотическая работа. Год от года мы наращиваем сегодня возможности у молодежи заниматься спортом. Это средство спортивных комплексов, спортивных секций. Их все больше появляется и в школах, и ДОСАП планирует. И дальнейшее по повышению образования, и в том числе воинским специальностям. Мы можем сегодня с гордостью говорить, что Кубань вносит достойный вклад в бороноспособность нашей страны. Нам удалось благодаря помощи вашей сформировать определенный резервный фонд. Я вам докладывал. Мы все своевременно выдали практику ребятам. И вот эти вот наши ребята, 690 человек, это водители, БТРщики и десантники, на своевременно были призваны весной. На службу в армию в весенний призыв отправились и казаки. Это 378 человек. Также на Кубань есть и спорт рота. Она базируется в Адлере. А давать долг родине туда отправятся те, у кого как минимум есть звание кандидата в мастера спорта. Более полумиллиона болельщиков посетили фан-зону в Сочи во время чемпионата мира по футболу. Турнир завершился накануне победой сборной Франции. Наша страна впервые стала хозяйкой мирового турнира. Матчи Мундиаля проходили в 11 городах, среди которых был и Сочи. На курорте прошло 6 матчей. Один из них четвертьфинальный, в котором сразились сборные России и Хорватии. Всего матча на стадионе Фирст посетили более 265 тысяч гостей. Из них более 60 тысяч иностранцы. В сочинской фан-зоне на площади Южного Мола побывали более полумиллиона болельщиков. Сочи вошел в тройку победителей сразу в нескольких футбольных рейтингов. Признан одним из самых тусовочных городов чемпионата. Одним из городов с самыми красивыми болельщицами. Самым гостеприимным городом. А стадион Фирст стал одним из лидеров по заполняемости на матчах Мундиале. 78-летняя болельщица Миропия Воробьева вернулась в Сочи. Ее удивительная история могла бы завершиться плохо. Но пенсионерка, оставшаяся без билета на футбол, страстная болельщица, все-таки попала на матч в Санкт-Петербург. О том, как это было, Миропия Григорьевна рассказала, уже вернувшись в родной город. Вот так под аплодисменты на Мундиале не встречали ни одного болельщика. Кроме нее. Миропия Григорьевна – активная поклонница футбола. Она не пропускает ни одну игру по телевизору. Конечно, узнав, что наша страна будет принимать мировое первенство, сразу же приобрела билет на отборочный матч в Калининграде. Но по ряду причин не смогла поехать. На призыв о помощи первым отреагировал глава города Анатолий Пахомов. В тот же день для Миропии Григорьевны были подобраны билеты, продумана логистика ее поездки. Пенсионерку пригласили в администрацию Сочи. Мэр в торжественной обстановке объявил, что Оргкомитет чемпионата по его просьбе сделал ей подарок. Выделил билет на матч в Санкт-Петербурге за третье место. Транспортные расходы взяла на себя мэрия Сочи. На следующий день волонтеры проводили пенсионерку на рейс. В Питере ее также встретили добровольные помощники и отвезли на стадион. Сегодня она вспоминает, как это было. Кругом все красиво, народу было много, там полный стадион народу. За Бельгию как будто болели мы, и когда наградили, хлопали, кричали Бельгия, Бельгия, Бельгия. А выходили, выходили и иностранцы, и наши кричали Россия, Россия, Россия. Приятно было, в общем. Для сочинской пенсионерки это не первое посещение стадиона в Санкт-Петербурге. В прошлом году она была там на Кубке Конфедерации. Но то, как приняли ее в этот раз, поразило Меропию Григорьевну. Специальная машина была, я как будто мер в городе или кто-то меня ждали, встречали. И куда нужно, туда ездили. На Дворцовую площадь были Эрмитаж. Где Эрмитаж? И в Эрмитаж заходили, прошлись по залам. Очень интересно. Как призналась пенсионерка, ей всегда везло в жизни. В молодости случайно наткнулась на объявление о наборе на стройку в Сочи, где ей с легкостью дали прописку. И потом, когда будучи дворником в местном домоуправлении, она получила квартиру в самом центре города. И вот сейчас, когда удалось побывать на главном футбольном первенстве мира, проходящем в ее родной стране. Меропия Григорьевна, вернувшись домой, призналась, что это была самая красивая сказка в ее жизни. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». От мероприятий спортивных к экологическим. Еще вчера сочинские волонтеры помогали болельщикам во время проведения чемпионата мира по футболу. А сегодня их силы пригодились в вольерном комплексе Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Узнаем подробности далее. Волонтеры и здесь проявляют активность. Их около 40. Работа буквально кипит. А вот животных практически не слышно и не видно, за редким исключением. Отдыхают волки. В глубине вольера грозный кавказский зубр. Не хочет общаться из Киев. Переднеазиатский леопард. Ему только два года. Привезли его из Геленджикского сафари-парка. Там он родился. Поэтому выпускать в дикую природу удивительную дикую кошку нельзя. Он родился в вольере. Воспитан был человеком, потому что в младенчестве мать от него отказалась. Так происходит иногда, к сожалению, в дикой природе. И выпускать его не будем. Он будет жить здесь. Проявляют любопытство гостям с лопатами и тачками разве что еноты. По всему виду, выпрашивают еду. Но в заповеднике строго-настрого запрещено кормить животных. Им нужен специальный корм. Помочь можно, но другим способом. В балетном комплексе действует благотворительная программа «Капелька счастья». В ее рамках каждый может стать опекуном животного. Вот этим енотам повезло. На табличке написано, что они находятся под опекой Петра, Льва, Марии, Анастасии Куприяновых. А сегодня друзьями енотов стали волонтеры СГУ, которые создают для них комфортные условия. А на Красной Поляне порой идут такие дожди, что вода подбирается к жилищу енотов. Что, конечно же, млекопитающим не очень нравится. Чтобы вода не скапливалась вокруг клеток, необходимо срочно провести дренажные работы. Наша задача сейчас убрать на полштыка землю, чтобы потом проложить гидроизоляцию и щебенку. Потому что дождевая вода доходит до бедона и по нему идет сырость. Вчерашние волонтеры чемпионата мира по футболу обустраивают и волчий вольер. Разравнивают гравий, хищников на время отсюда отселили. Другие добровольцы, в их числе и волонтеры серебряного возраста, красили ограждение вольеру зубра и ограждение самого вольерного комплекса. Еще вчера мы участвовали в волонтерском движении в городе и во время чемпионата мира. А сегодня можем помочь вольерному комплексу украсить их вид. В комплексе нашли приют 33 вида зверей и птиц, так что помощь всегда необходима. В рамках экологической акции подписано соглашение о сотрудничестве между Управлением молодежной политики администрации города и Кавказским государственным природным биосферным заповедником, чтобы совместных проектов было еще больше. У нас уже не первая акция с Кавказским биосферным заповедником. До этого 30 волонтеров ходило в поход. Вот они буквально на прошлой неделе вернулись и расчищали тропы по маршруту на Фишт. А вот буквально 17 числа выходит новый маршрут тропами Леопарда. Напоследок для тех, кто находит время бывать и на дальних кордонах, и помогать в вольерном комплексе, провели экскурсию. Елена Авзейцин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Вторую детскую школу искусств в Дагомысе ждет вторая жизнь. Буквально на днях там начнется большой ремонт. Провести его поручил глава города Анатолий Пахомов после обращений жителей поселка о помощи сохранить учреждение культуры, в котором сегодня занимается около 500 детей. Тему продолжит Ольга Десятого. Эта стена, она отклоняется немножко. По заключению на 12 сантиметров она отходит от оси здания. И таких отклонений от нормы в детской школе искусств номер 2 в Дагомысе немало. Вот так обсыпается штукатурка и отходит от полупокрытия не потому, что за школой никто не следит. Косметический ремонт здесь сделали буквально год назад. А вот капитального школа не видела никогда. Сюда учреждение культуры заселилось в 70-м. А вот само здание было построено почти век назад. Основание здания, первый этаж, это бывшая царская конюжна. Поблизости с нами, можно посмотреть по карте, расположен дом управляющего царским имением графа Успенского. Соответственно, вот на этом месте располагалась конюжня. Одна из основных проблем школы сегодня – это сырость и, как следствие, грибок, который просто разъедает стены и пол. Нездоровый запах мешает ученикам и педагогам полноценно вести занятия. И это еще полбеды. Вкладки стен, трещины, деревянные конструкции, перекрытие второго этажа и лестничной клетки находятся в недопустимом состоянии. Это заключение экспертизы. Первый этаж в ограниченном работоспособном состоянии, то есть имеются некоторые трещины, но, тем не менее, угроза жизни для пребывания на первом этаже нет, в отличие от второго этажа и лестницы. Судьбу школы искусств обсуждали на специальном совещании. Его собрал глава Сочи Анатолий Пахомов. На разговор мэр курорта пригласил руководителей профильных управлений администрации и предпринимателей, которые согласились внести свой вклад в социальную сферу города. Будет проведен капитальный ремонт этой школы с усилением и изменением второго этажа. То есть второй этаж снесем, сверху поставим облегченные конструкции. Глава Сочи отметил, школа в Дагомесе – это важнейшее учреждение культуры для большого поселка. Сегодня здесь на трех отделениях – музыкальном, хореографическом и художественном – занимаются 450 детей. На большой ремонт очень рассчитывают и родители будущих художников, танцоров и музыкантов. Школа чем еще очень-очень сильно важна? Она является единственной на протяжении 25 километров от перевала Мамайского и до Вардоне. Мы понимаем, что выделены средства на ремонт здания. Мы очень надеемся, что будет произведен качественный ремонт, потому что никак не допустимо совершенно, чтобы школа утратила свое существование. Вторая школа искусств не только не утратит существование, а получит вторую полноценную жизнь, уверяют в администрации. За партой обновленной школы дети должны сесть не позже 1 октября. Фестиваль для журналистов «Вся Россия» пройдет на курорте осенью. Он состоится с 6 по 12 октября в гостиничном комплексе «Жемчужина». На фестиваль приедут не только российские, но и зарубежные журналисты. На многочисленных площадках фестиваля пройдут мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, лекции. Помимо этого в программе дискуссии на актуальные темы, презентации новых СМИ-проектов, выставки и встречи с известными деятелями науки и культуры. В качестве докладчиков и экспертов выступят авторитетные политики, ученые, деятели культуры. В рамках фестиваля пройдет и профессиональный творческий конкурс, сообщает пресс-служба Союза журналистов России. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.